Приветствую вас. В первую очередь мне бы хотелось поддержать своего коллегу, сказать, что действительно ваш вопрос, он больше похож на запрос в раздел эзотерики. Вот. Ну, как вот мне показалось, да, но теперь, как вы видите, и, в общем, не только мне это показалось, но и, собственно, моему коллеге тоже. Вот. Значит, смотрите, какая история. Вы пишете, что вам 43 года и что вы выглядите. Выглядите вы отлично. Я полагаю, что здесь один из ключевых моментов является то, что вы упираете на свою внешность. Вот мне кажется, что тот факт, что вы упираете на свою внешность, это, в общем-то, довольно знаково. Вот. То есть, да, с одной стороны, вы молодец, что следите за собой. С одной стороны, вы, безусловно, молодец, что украсиваете явно-явно за собой, да? Вот. То есть, вам было 37 лет, когда родился мальчик, и я думаю, что здесь есть определённая связь. Вы ориентированы на внешность. Я полагаю, что вы не чужды любви к себе. Я полагаю, что вы не чужды, значит, того, чтобы ценить себя. Я полагаю, что вы знаете цену себе, но при этом ваше отношение с мужчинами у вас явно не строится, да? Потому что три брака неудаженных, и, собственно, сейчас ещё один молодой человек, с которым тоже, вообще говоря, непонятно что, непонятно как, непонятно зачем, непонятно почему и непонятно сколько. Вот. И всё это говорит о том, что с мужчинами вы отношения устраивать всё же не можете. То есть, в отношениях с мужчинами у вас проблемы определённого рода. Я не знаю какие, конечно. Потому что это нужно разбирать очевидно совершенно. Вот. Но мне кажется, мне кажется, что тот факт, что вы обращаете больше внимания на внешность, и меньше внимания вы обращаете, например, на духовно, на эмоционально, вот. Ну, то есть, склонны преуменьшать вот этот аспект отношений между людьми. Он, конечно, свою роль играет, и, к сожалению, к сожалению, он свою роль ещё сыграет. Вот так сказать. То есть, он не только играет свою роль, но он свою роль, к сожалению, и ещё сыграет в будущем. Ну, просто потому, что даром такое не проходит. То есть, если вы уделяете много-много внимания внешности, то, соответственно, где-то вы теряете. Вот. Поэтому, с точки зрения психологии, я рекомендую вам размыслить над тем, какие у вас были проблемы при взаимодействии с мужчинами, если они были. А они были, скорее всего. Вот. И именно с этого, именно с этого момента вам и люди начинают работать над собой. Вот. Ну, именно если мы говорим о психологическом аспекте. То есть, мы не говорим здесь о том, что вы могли обращаться вообще не к нам, да, а к нашим, так сказать, соседям-эзотерикам. Вот. Соответственно, ваш вопрос, будут ли у меня ещё серьёзные отношения, как скоро, можно интерпретировать так, что всё зависит от вас. Если вы поработаете над собой и измените свои поведенческие триггеры, а, скорее всего, подкорректируете свой семейный сценарий, который привёл к тому, что, эм... Что вы, ну... Эм... Эм... Имеете три неудачных брака. Эм... Эм... Значит. То у вас будут серьёзные отношения и очень быстро. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Не забудьте, пожалуйста, перенести свой вопрос в раздел эзотерики, если вы задавали его туда.